Приветствую вас дорогие друзья на моем канале. Если у вас возник вопрос, как же закрыть окно от палящего солнца, то это видео возможно как раз для вас. Сегодня предложу вам недорогой вариант, как же можно самостоятельно изготовить шторы и при этом вам даже не понадобится карниз. Измеряем ширину по стеклу слева направо и при этом не забываем добавить по одному полтора, а то даже и два сантиметра с каждых из сторон слева и справа. Ну и соответственно высоту мы тоже должны измерить. Можно конечно для штор выбрать вот такой вуальный вариант, но вуальный вариант 100% затемнения вам конечно не даст. Я предлагаю рассмотреть вот такой у меня кусок ткани нашелся. Это велюр, очень тяжелая ткань с эффектом блок-аут, то есть дополнительной подкладки она не требует. Вот так вот выглядит она с изнаночной стороны, то есть это очень будет плотная штора. Дальше мне понадобится лента велкро. Одна часть этой ленты будет пришивная, я буду пришивать ее на штору, а вторая часть будет клеевая, которую я буду клеить на оконную раму. И необходимо, чтобы была и первая и вторая часть одной ширины. Ну это тоже такой важный момент, чтобы смотрелось все красиво и гармонично. И вот таким образом они между собой очень хорошо сцепляются. Это вот если объяснять простым языком, что же такое лента велкро. При необходимости вот эту вот липучку, как мы говорим, ее можно рассоединить. Итак, вот у меня ткань, та самая, тяжелая, с эффектом блок-аут. Необходимо ее конечно проутюжить перед тем, как мы начнем все манипуляции с ней делать. Дальше берем ткань и отмечаем на ткани ширину стекла, которую мы измерили. И не забывайте обязательно добавить с каждой из стороны по этому полотну по 2 сантиметра. Этих 2 сантиметра нам понадобится для того, чтобы мы сделали боковой подгиб. Один раз сантиметр мы загибаем и делаем второй оборот. Вот еще раз огибаем. То есть всего у нас в работу на боковые обработки уходит 2 сантиметра ткани. Вот так вот раз делаю. И второй раз вот так вот тоже подгибаем. То есть всего у нас ушло 2 сантиметра слева и 2 сантиметра справа. Низ я не трогаю, он у меня декоративный. Но если у вас низ будет не ажурный, то тоже не забывайте, что здесь нужно сделать будет тоже подгибку. Какой она у вас будет ширины, выбирайте сами. Но можно сделать, например, 2 сантиметра. То есть два раза сделать по 2 сантиметра подгиб. И дополнительно еще измерю ширину ленты велкро. Она у меня 2 сантиметра. Ну а дальше нам необходима швейная машина. И делаем боковые подгибы. То есть раз один сантиметр оборот сделала и второй. Если вы не уверены в своих силах, что у вас пойдет ровно ткань, то дополнительно закрепите все специальными иголками. Ну а дальше не забывайте сделать закрепку вперед-назад-вперед, для того, чтобы ваши нити потом не распускались. И прокладываем первую нашу строчку на первом боковом подгибе будущей шторки. Ткань у меня очень плотная, приятно работать с ней. Вот такой получается у меня шов. Не забывайте подбирать нитки под цвет вашей ткани. И когда будете работать, кстати, на швейной машине, то на швейных машинах в основном всегда есть вот такие метки. То есть если у вас, например, подгибка 1 сантиметр, то здесь есть меточка. И по краю вот этой меточки мы ровно 1 сантиметр и загибаем. Итак, бока я обработала слева и справа. И теперь мы будем делать вверх шторы. Для этого мне понадобится лента велкро, которая 2 сантиметра. Та сторона, которая пришибная, не клеевая. И аккуратно вот так вот по краю прокладываем нашу строчку. Немножко здесь фокус у меня потерялся, немножко размыто. Но вот таким образом выглядит край. То есть видите, я его загнула под ленту. Ну а дальше вот этот вот край нижний, его можно, если он у вас, например, будет тонкий, тонкая ткань будет, то можно под ленту вот так заложить и проложить вторую строчку по краю, по нижнему краю. Ну а я решила, так как у меня ткань плотная, в принципе, и она не осыпается, я ее просто обрежу ножницами под самый нижний край ленты. И, в принципе, буду прокладывать строчку. Вот таким образом все это выглядит. После того, как изготовлена штора, я еще дополнительно раз пройду утюгом. Проутюжу все. Ну и, в принципе, можем эту штору уже фиксировать на окно. По верхнему краю рамы фиксирую ленту волкро, которая на липучке. И дальше нам необходимо зафиксировать шторку. Как видите, все очень просто, на самом деле ничего сложного нет. Карниз здесь совершенно не нужен. Если плотная ткань, то вы получаете практически стопроцентное затемнение. И при этом шторку в таком случае, как лента волкро, например, вы всегда легко ее можете снять и вновь повесить. Места намного не занимает. Простое ровное полотно. И при этом, видите, если сравнивать с рулонными шторами, которые здесь же вот на окне зафиксированы, то, в принципе, визуально практически даже и не отличишь. Где обычное полотно тканевое, а где рулонная штора. И тогда вы можете с гордым видом сказать, да, эту шторку изготовила я сама. Ну, а для того, чтобы как-то разнообразить, например, можно взять шторные магниты. И вот, например, таким образом она может у вас выглядеть, как рулонная штора. То есть я зафиксировала вот в такой рулик нижний край шторки, приподняла ее и зафиксировала все на шторные магниты. Ну, как вариант. Кстати, информацию про шторные магниты подробную можно найти на моем канале. Заходите в раздел плейлисты и находите там раздел аксессуары для штор. А можно, например, при помощи магнита сделать что-то вроде австрийской шторки. Вот так вот задекорировать низ полотна. Тоже смотрится интересно. Главное здесь красиво просто поправить складки. Я немножко тут плохо их разровняла. Вот. И, в принципе, тоже смотрится довольно интересно. Я надеюсь, дорогие друзья, что вам такой вариант быстрого оформления окна понравился. Вы возьмете его на заметку. И я думаю, что теперь вы точно знаете, как спрятаться от палящего летнего солнца. До новых встреч, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал. С вами была я, Ксения. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok